Строительство автоматической газораспределительной станции начнут уже в этом году. Об этом сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кустанайской области. По мнению специалистов, благодаря новому объекту будут снять вопрос по дефициту мощности для газификации новых помещений и предприятий. Так как уже сейчас КАЗ «Трансгаз Аймак» приостановил выдачу техусловий на подключение к сетям газоснабжения. По газу немножко такая острая немножко ситуация, что действующие наши, которые имеются, газофункты, они уже перегружены. Аймак уже не выдает техусловий, потому что, да, они уже с учетом выданных тем более техусловий, которые у них имеются сейчас, уже перегружены, они не умеют, физически не могут выйти уже. Выход из ситуации, вот именно в 2019 году Кустанайский район, там закачка отдела строительства, они разработали проект. Проект прошел госэкспертизу, они уже объявились, и где-то в начале июля, где-то до 10 июля, там уже должен определиться сам подрядчик. Новую станцию возведут вблизи поселка Мичуринска, ее мощность 150 тысяч кубов в час. Эти мощности, по словам Дорина Аскарова, позволят обеспечить газом не только новые микрорайоны, планируемые к строительству в Кустанайском районе, но и в областном центре, что весьма важно для развития Кустаная. Все, как вам известно, наши существующие ГРС, они все тоже закольцованы. Вот эта ГРС, которая будет строиться, ее тоже закольцуют с существующими. Здесь, получается, где перегружено, сюда перейдет, на Красном партизане у нас есть, где микрорайон Дружба, потом на индустриальной зоне имеется тоже. По ГРС, там, получается, она идет часовой расход 150 тысяч кубов. По проекту она предусмотрена именно на микрорайоны, которые планируют Кустанайский район построить. Это у нас идет Батерия, Кастана, где Мичурина в той стороне. Также какие-то мощности уйдут на микрорайон Кунай. При этом не все объемы новой станции будут выдаваться населению. Планируют содержать и резерв, который намерены направить на газификацию Алтансаринского, Медгоринского и Сарыкольского районов. Общая стоимость проекта – 3,9 миллиарда в тенге. Большая часть денег направляется на покупку оборудования станции. Сдадут проект не раньше осени 2022 года. Дярах Мечин, Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.